Эта ситуация всполошила таджиков и многие не знают, что делать. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, что происходит и как стоит реагировать. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Российский рубль за последнюю неделю постепенно обесценился по отношению к таджикской валюте почти на 3%. Официальный курс рубля к Самани, устанавливаемый Национальным банком Таджикистана, ежесуточно, в том числе на основе спроса и предложения на внутреннем валютном рынке, снизился со 163 Самани на 1 декабря. На таком уровне курс рубля к Самани находился в последний раз в середине октября этого года. Между тем, курс доллара, евро и юаня к таджикской валюте с начала декабря оставался почти неизменным, если не учесть незначительные колебания в ту или иную сторону. Сегодня 1 доллар по курсу Национального банка Таджикистана стоит 10,2 Самани, а 1 евро – 10,7 Самани. Текущее обесценивание рубля к Самани, по всей видимости, спровоцировало снижение курса российской валюты главным мировым валютам. По данным московской биржи, рубль ослабел к доллару и евро. Доллар торгуется сегодня по 63 рубля, евро – по 66 рублей. Рубль за первую неделю декабря потерял более 10% стоимости к доллару и евро. Главным негативом на этой неделе стали новости о санкциях, затрагивающих рынок энергоресурсов. С 5 декабря введено эмбарго на морские поставки российской нефти в ЕС и определен ценовой потолок в 60 долларов за баррель на ее экспорт. Рубль слабеет на ожиданиях сокращения валютных поступлений от продажи нефти в связи с введением потолка цен, полагает аналитик банка «Альфа Капитал» Александр Джиоев. С другой стороны, продолжил он, именно в декабре говорить об этом возможно и рано, ведь фактически ограничения по стоимости черного золота начнут действовать лишь с января 2023 года, так как они подразумевают 45-дневный переходный период, то есть до конца года все покупатели российской нефти должны получить ее беспрепятственно. По мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчева, хотя нефтяной потолок способствует сокращению притока доллара в экономику России и тем самым ведет к ослаблению рубля, этот эффект смягчается тем, что в Азии российская нефть продается по ценам существенно выше 60 долларов. Финансовый эксперт Андрей Верников отмечает, что в конце года рубль, как правило, слабеет, так как на валютной бирже появляются бюджетные деньги. В этом году на декабрь пришло сильное снижение цен на нефть, а первая реакция инвесторов – традиционно продавать нефтяные акции и покупать валюту. Думаю, что с учетом планово-дефицитного бюджета и новой конструкции бюджетного правила, которая будет вводиться поэтапно, начиная с 2023 года, надо ждать постепенно ослабления рубля и в будущем, сказал он. Эксперт предлагает не удивляться, если в следующем году доллар будет находиться в диапазоне 65-75 рублей. Таджикская валюта, по мнению местных экспертов, из-за сильной социально-экономической зависимости Таджикистана от России фактически привязан к рублю. Данная зависимость в этом году еще более усилилась в связи с переходом таджикско-российской двусторонней торговли с доллара на рубль. Отметим, что около трети товаров и продукции Таджикистан импортируют из России, и в этом числе продукция первой необходимости. Также в Таджикистан поступают из России денежные переводы трудовых мигрантов, годовой объем которых достигает третьей ВВП республики. Общая сумма денежных переводов физических лиц из России в Таджикистан в 2021 году составила 1,8 миллиарда долларов. 94% из них составляли рубли, 5,5 доллара и 1,1 это евро. Тем самым стоит мигрантам ожидать, что доллар станет дешевле. А как вы относитесь к такой ситуации и какие перспективы видите у нас? Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.